Доброе утро! В эфире нашего телеканала выпуск новостей. С вами Егор Матаев. Прямо сейчас расскажу о главных темах. Реализацию инвестиционных проектов в горно-металлургической промышленности обсудили губернатор Виктор Томенко и руководитель акционерного общества «Сибирьполиметаллы» Вадим Рязанцев. Тщательное тестирование для высокого качества. Традиционная проверка материалов для изготовления асфальта проходит в Центральной лаборатории Алтай-Автодора. Более 50 литературных событий и масштабная книжная выставка. В Краевой библиотеке имени Шишкова открылся 15-й фестиваль книг, издано на Алтае. Реализацию инвестиционных проектов в горно-металлургической промышленности обсудили губернатор Виктор Томенко и руководитель акционерного общества «Сибирьполиметаллы» Вадим Рязанцев. До 2050 года компания планирует направить 44 миллиарда рублей на развитие производственной деятельности. Больше половины этой суммы инвестируют еще до 2024-го. Предприятия планируют продолжать разработку действующих рудников в крае Зареченского, Корболихинского, Степного и начать осваивать новые месторождения полиметаллов. Их запасы оцениваются в 40 миллионов тонн. К 2024 году руководство предприятия планирует выйти на максимальный объем добычи – порядка полутора миллиона тонн руды в год. В 2020 году ожидаемый объем добычи составит свыше 800 тысяч. Сейчас из руды производят цинковый, медный, свинцовый концентраты на Рубцовской обогатительной фабрике, а на Зареченской получают медно-свинцовый, цинковый и гравитационный, который содержит золото и серебро. И к другим новостям. Нового главу краевой столицы выбирают в эти секунды на заседании Борновольской городской думы. На этот пост претендуют 9 кандидатов. Напомню, предыдущий глава города Сергей Дугин покинул пост в августе прошлого года. До сегодняшнего дня исполняющим обязанности сети-менеджера был Вячеслав Франк. Я добавлю, наша съемочная группа работает на заседании думы. Подробности мы расскажем в следующих выпусках новостей. Чательное тестирование для высокого качества. Традиционная проверка материалов для изготовления асфальта проходит в центральной лаборатории Алтай-Автодора. Каждую составляющую изучают на соответствие государственным стандартам. В дальнейшем их будут использовать для строительства по нацпроекту безопасные и качественные автомобильные дороги. Подробности расскажет мой коллега Ярослав Улымов. Более 200 тестов проходят строительные материалы, прежде чем превратиться в асфальт. Это проверка на влагостойкость, прочность, перепады температур и другие. Изучение начинается еще на карьере. В начале каждого года специалисты из лаборатории Алтай-Автодора выезжают на места, где добывают щебень для региональных дорог. На карьерах отбираем пробы инертных материалов, такие как щебни, пески. Далее мы их привозим в лабораторию и проводим с ними комплекс испытаний. Впоследствии дается заключение, в котором идет рекомендация, куда можно применять данный материал. Для проверки щебень засыпают металлическими шариками, заливают водой и помещают в центрифугу. После такого теста уже ясно, для каких видов работ он лучше всего подойдет. Самый качественный используют для верхних слоев дорожного полотна, а брак, естественно, убирают. Обычно мы контролируем это все в процессе производства дорожных работ. Для дальнейшего, так скажем, понимания, действительно, потому что нормативные документы обновляются, требования ужесточаются к производителям дорожных работ, на что действительно требует обратить внимание именно к процессу, к началу подготовки дорожно-строительного сезона, ну и, собственно, конечно, с материалов. Центральная строительная лаборатория Алтай-Автодора – одна из крупнейших в крае. Все оборудование ежегодно проходит проверку на соблюдение требований Таможенного союза. А это гарантия высокого качества асфальта, чтобы дороги в крае были ровные и служили как можно дольше. Ярослав Улымов, Дмитрий Козерлыга, новости. Новый сорт растительного масла в упаковке «Спрей» представил алтайский производитель «Алтария» на выставке «Протэкспо-2020». Крупнейший в России и Восточной Европе продовольственный форум проходит в эти дни в Московском экспоцентре. В преимуществах инновационной продукции разбирались мои коллеги. Компания «Алтария» входит в группу «Дива Алтая». Это один из крупнейших в Сибири производителей фасованного подсолнечного масла. На рынке он более четверти века. В 2018 году компания запустила новый для российского рынка продукт – экологичное алтайское масло «Алтария» в уникальной упаковке. Это металлический баллон, внутрь которого помещается многослойный пищевой пакет с алюминиевым слоем, полиэтиленовым слоем, в который нагнетается масло. Затем под давлением подается воздух, который заполняет пространство между пакетом и между стенками баллона. То есть воздух не соприкасается с маслом. Масло в вакууме. Баллон защищает масло от воздействия солнечного света, а вакуум оберегает от окисления. Это позволяет продукту оставаться в первозданном виде в течение всего срока годности. Благодаря дозатору-распылителю масло равномерно распределяется по поверхности готового блюда – сковороды или формы для запекания. А вы точно контролируете количество жиров в пище. Особенно это понравится тем, кто заботится о своем здоровье. Удобный формат фасовки уже оценили покупатели не только в России, но и в Германии и Республике Беларусь. Философия компании в том, чтобы выпускать экологически чистый продукт. И это касается как самого масла, так и упаковки. Мы закупаем у фермеров сырье, которое не обрабатывается пестицидами, которое является органическим. Поэтому мы можем заявлять, что наш продукт действительно является сертифицированным органическим продуктом, экопродуктом. Далее он упаковывается в нашу функциональную, очень удобную упаковку спрей, которая позволяет ему сохранять очень долго свои полезные свойства. В прошлом году «Алтария» получила золотую медаль на выставке «Продэкспо». Продуктом года признали льняное, кедровое, подсолнечно-кедровое и тыквенные масла. В 2020-м компания пополнила ассортимент и привезла на международный продовольственный форум новое облепиховое масло. Товары претендуют на победу в номинациях «Импортозамещение» и «Продукт года». Также по итогам выставки ожидается подписание контрактов и расширение рынков сбыта продукции. Сейчас масла под брендом «Алтария» можно найти на полках супермаркетов и в розничных магазинах или купить в фирменном интернет-магазине «Алтарияоил.ру» и в инстаграм-аккаунте компании. Екатерина Варкентин, Глеб Полянский, Алексей Шаульский. Новости. Более 50 литературных событий и масштабная книжная выставка. В Краевой библиотеке имени Шушкова открылся 15-й фестиваль книги «Издано на Алтае». Фестиваль книги «Издано на Алтае» – это полуторамесячный марафон. 45 дней, почти 50 дней мы с вами будем жить в этом темпе. Поскольку это марафон, позвольте мне и открыть фестиваль, как это положено выстрелом стартового пистолета или как это правильно называется, подскажите. Итак, 15-й фестиваль книги «Издано на Алтае» открыт. В этом году будет 10 фестивальных площадок. Презентации, встречи с писателями, литературные вечера и другие события пройдут не только в Барнауле, но и в библиотеках Новоалтайска, Бийска, Павловска и Рубцовска. По тысячам, я прямым счетом, за 15 лет это 15 тысяч изданий. Это же состояние души тех людей, которые в свое время этим занимались. И положить это в гаджет и выставить на экране, ну, наверное, это будет неправильно, это будет совершенно недопустимо. Это же книга, это нечто такое живое, которое и пахнет детским по-другому. На книжной выставке в Краевой библиотеке имени Шишкова представлено 804 издания. Это художественная, юридическая, медицинская, научная литература, изданная в Крае за прошлый год. Все издания, присутствующие на выставке, участвуют в конкурсе «Лучшая книга Алтая». Полтора месяца члены жюри будут знакомиться со всеми книгами и определять те, что наиболее достойны титула «Лучшая» в разных номинациях. К этому часу это все новости. Эти и другие ищите на нашем сайте katun24.ru и в группах телеканала в социальных сетях. С вами был Егор Матаев. Эфир телеканала продолжит мои коллеги. Я желаю вам отличного настроения и поздравляю с днем всех влюбленных.